В каких условиях сегодня хранятся обеды для коров? Ну это же очевидно, что это болото. И в болоте, собственно говоря, и хранится дорогостоящая еда для животных. Как повысить рентабельность в животноводстве и наполнить молочные реки продуктом экстра-класса? Вопрос жизни и смерти. Это качество кормов, здоровья животных. Почему некоторые аграрии преднамеренно хоронят прибыль в буртах? Затрудняюсь вам сказать. Что дает силосная траншея и зачем ее строить? В данном типе траншей лучше сохраняется именно питательные вещества и силосуемых масс. Тогда от еды для буренок зависит не только продовольственная безопасность страны, но и рост благополучия каждого белоруса. Система понимания о том, как должны заготавливаться корма, постепенно в стране проясняется. Тема, которая на контроле лично у главы государства. Все наши прошлогодние силосы, да. Посмотрите, хлебом пахнет. Смотрите в специальном проекте АТН на контроле президента. Прямо сейчас. АТН на контроле президента. Прямо сейчас. Червинский район. Оазопольская. Глядя на фермы и поля этого хозяйства, возникает чувство, будто сел в машину времени и вернулся в начало 90-х. Хочется верить, что это лишь обман зрения. Но по дороге к месту, где аграрии заложили бур для хранения сеножа, понимаешь. О хозяйском и современном подходе в заготовке кормов для животных здесь, по всей вероятности, не слышали. Бур сеножом, а это более 400 тонн, заложили прямо среди болота. В 6 километрах от ближайшей фермы. По словам директора, это вынужденная мера. Мол, все дело в плохой дороге. И чтобы довести сочные травы до траншеи, нужно много времени. Как видим, прямо на бурту находится вода. Если эта пленка пробьется, ее легко могут повредить те же самые птицы, влага проникнет на дорогостоящий сенаж. Что в итоге получится? Большая часть сенажа попросту пропадет. Зачастую он имеет химические показатели навоза, а отходы при хранении достигают 30-40%. Но руководитель предприятия на контакт с нами идти отказывается. И с такими доводами не соглашается. Говорит, максимум испортится 20%. Так здесь верхнего слоя всего-то максимум метр. В каких условиях хранится ваша так называемая сенаж? Я даже боюсь называть слово это корма. Вот, посмотрите, это вода. И вы хотите сказать, что вот там вот все сухо? Да ладно! Ну это же очевидно, что это болото. И в болоте, собственно говоря, и хранится дорогостоящая еда для животных. О каком производстве молока и мяса может идти речь? Этот вопрос остался без ответа. Но мы выяснили. Средний удой на корову в хозяйстве едва превышает 9 килограммов в сутки. Что почти в полтора раза меньше, чем в среднем по стране. На ближайшей ферме две траншеи. Но они почему-то пустуют. Хотя руководитель утверждает, уже заготовили более пяти тысяч тонн кормов. Еще столько же необходимо. Силы со второго укоса планируют законсервировать в две новые траншеи. Если, конечно, успеют их достроить. Впрочем, сами работники фермы сомневаются, что такого количества достаточно для полноценного рациона животных. Ну, если уберется, все должно хватить. Трав хватает? Не знаю. Буквально в 20 километрах среди поля обнаруживаем еще один бурт. Это собственность предприятия «Десятый съезд советов». Здесь законсервировали более полутысячи тонн злаковых трав. Руководитель хозяйства не отпирается. Но знает, по такой технологии хранить корма недопустимо. Но уверяет, до 1 октября эти обеды скормят буренком. Ближайший бурт, яма у нас отсюда в 5 километрах. А травы находились все здесь рядом. То есть минимум затрат по солярке у нас. А потом же все равно вывозить надо отсюда же ее? Ну да, мы уже будем смотреть на какие точки, чтобы тоже меньше расход солярки было. А до ближайшей фермы сколько? Два километра. Два километра. И там возле ближайшей фермы также есть траншея? Да, да. Ну вы туда решили не завозить? Да, я говорю, большая траншея, там на две тысячи. А если по-моему как-то половину нужно было заложить, чтобы там, так сказать, законсервировать и скормить до 1 октября, не получилось бы так? А так получается, здесь пропадет процентов 10, плюс опять надо гонять туда-сюда технику? Ну, затрудняюсь вам сказать. Честно сказать, полбурта мы не практикуем. Но за примером хозяйственного подхода далеко ездить не надо. Держинский район, предприятие «Фалька Агра». В траншею, которая также вмещает около 2000 тонн силоса, заложили всего там 150 тонн кормов. Мера вынужденная, но временная. До 1 сентября их скормят. А затем траншею снова заполнят кукурузным сеножом. Но учиться у сильнейших ни в Запольском, ни в Десятом съезде советов почему-то не хотят. И продолжают складывать в долговую яму не только дорогие корма, надои и привесы, но и выручку, и зарплаты людей. Рецепт идеального сеножа прост. С самого раннего утра покос травы. Далее на свежем воздухе 5-6 часов зеленая масса подвяливается. После того, как ее влажность не превышает 60%, специальные комбайны ее подбирают, измельчая до 3-4 сантиметров. Параллельно с этим вносят консерванты и грузят на машины грузовые. Далее идет закладка полуфабриката. Вот такие траншеи, где будущий карман тяжелая техника постоянно трамбует днем и ночью, но не более трех суток. Следующий шаг – герметизация. Проще говоря, укрытие этой самой массы двойной пленкой. Далее ее прижимаем грузом, например, отработанными шинами. Ждем 35-45 суток и вкусные, а главное – полезная корма для животных готовы. Силос от сеножа отличается уровнем влажности кормов. Так, если в силосе минимальное содержание сухого вещества 35%, то в сеножа этот показатель может достигать 40%. Проще говоря, сенаж – это силос из провяленой травы. Но так написано в книгах и учебных пособиях для агрономов. Мы решили проверить, придерживаются ли аграрии рекомендации ученых. Мы приехали на молочно-товарный комплекс «Березовица» в условиях предприятия «Жодина Аграбемелита». Наша цель сейчас посещения – это измерить на закладываемой сенажной траншеи соблюдение параметров температуры, массы и ее влажности. Вот именно эти приборы. Для этого у нас имеется влагомер и полутораметровый термометр. На все операции тратим не более 10 минут. В настоящий момент влажность составляет 55%. То есть содержание сухого вещества находится на уровне 45%, что соответствует как бы щенажу высокого качества. Как вы видите, температура массы показывает ромбируемой примерно 29 градусов. По норме она должна составлять не более 35-36 градусов. В этом случае вся технологическая цепочка соблюдена. А значит, зимой животные получат весь комплекс минералов и витаминов и взамен дадут еще больше молока. Соответственно, и прибыли для хозяйства. В данном течении траншеи лучше сохраняются именно питательные вещества и осилосуемых масс. Качество кормов проверяют вот в этой лаборатории. Ежегодно здесь делают более 17 тысяч анализов. Пробы сенажа сюда привозят со всей страны. Оценивают пищу для скота по 16 показателям. По словам заведующего лаборатории, с каждым новым агросезоном питательные свойства еды для животных улучшаются. Но самое страшное, если в корме обнаруживают масляную кислоту. Как правило, это вещество образуется в сенажах, которые хранятся в буртах. Это, во-первых, ухудшает качество молока, снижается молочная продуктивность. Также это может вызывать и болезни, и ацидозы, закисление рубца происходит. Сегодня все корма делятся на три класса. И ученые доказали, чем он хуже, тем ниже рентабельность и, соответственно, выше итоговая стоимость содержания животных. При использовании кормов, объемистых кормов первого класса, мы можем получить 15-18 кг молока, не затрачивая расходы на концентрированное корма. То есть концентрированное корма не используем в рационе. При использовании второго класса мы увеличиваем расход кормов на 10% и уже нужно вводить комбикорма. То есть это плюс к стоимости рациона. При использовании третьего класса объемистых кормов мы должны вводить 300-350 грамм на 1 литр молока концентрированных кормов. И расходы объемистых кормов увеличиваются до 100%. И все же никакие концентраты и энергетические компоненты не могут восполнить низкие питательные свойства испорченного сенажа. Именно поэтому президент заостряет вопрос контроля над выполнением своего поручения в части закладки травяных кормов в специально оборудованные траншеи. Не гоже героическим образом заготавливать корма, а потом все это успешно сгноить в буртах или в курганах. Это самообман. Это страшные убытки. Только в прошлом году по дедовским методам в бурты заложили свыше полутора миллиона тонн кормов. А это более 5% от общего количества по стране. В этом по старинке закопали в 40 раз меньше. Но и такие факты безхозяйственности недопустимы. От качественной заготовки корма, от правильной технологической его закладки, всенажные траншеи, в целом зависит экономика производства молока. У нас в целом по стране за прошлый год рентабельность продаж молока составила 21,1%. За период этого года чуть-чуть выше, 20,3%. И в принципе система понимания о том, что как должны заготавливаться корма, постепенно в стране проясняется. Но доходят прописные истины далеко не до всех. Скорее об убытках, нежели рентабельности, приходится говорить директору хозяйства Литусову Михаила Ковреженко. Да и приезд нашей съемочной группы оказался неожиданностью. Первым в объектив видеокамеры попадает мехдвор. На момент съемок кормозаготовительная техника стоит без дела. Руководитель уверяет, выехать в поля не позволили дожди. В этом году к заготовке кормов хозяйства приступили чуть раньше обычного. Под однолетние травы в Литусово отвели 130 гектаров. Под многолетние – в пять раз больше. Качество кормов, мы уже прекрасно знаем, что оно будет влиять на качество продукции и количество полученное. Поэтому нам, чтобы нормально провести зимовку, надо заготавливать в пределах 10 тысяч тонн, будем говорить, такой кормовой массы, сенажа и силы совместия. Для этого нам необходимо хотя бы шесть траншей. Именно траншей, сделанных по всей технологии. Руководитель хозяйства демонстрирует траншею на 800 тонн сенажа. Ее построили в этом году. В ближайшее время планируют модернизировать еще одну. Остальное в Литусово будут хранить дедовским способом – в буртах. И это проблема ни одного хозяйства. В Сининском районе на данный момент половина заготовленных кормов хранится не по технологии. В этом году планируется подстроительство 8 сенажных траншей. Три сенажных траншеи уже готовы. Сто процентная, в принципе, готовность. И работаем, занимаемся, отрабатываем по каждому хозяйству строительство остальных траншей, которые должны мы построить. До уборки кукурузы для закладки силоса, что планируем в этом году, эти сенажные траншеи будут построены. Чтобы полностью закрыть вопрос с хранением качественного корма, до 1 октября в стране должны построить свыше 1700 траншей. В них планируют заложить около 3,5 миллионов тонн кормов. Пока в эксплуатацию ввели чуть более 40% от необходимого количества траншей. Но задачу, которую глава государства поручил решить еще год назад, аграрии обещают выполнить в срок. Этот и следующий год в стране проблема с траншеями должна быть снята. Вопрос жизни и смерти – это качество кормов, здоровья животных. Несколько лет назад в Беларуси была развернута масштабная кампания по модернизации всего молочно-товарного комплекса страны. Вот и результат. Наша молочка теперь настоящий бренд и в рекомендациях не нуждается. Однако завершить начатое дело принципа. Да и цена строительства специализированных хранилищ далеко не заоблачная, если подойти к делу с умом. В районе 40-50 тысяч рублей. На том, что именно эта стоимость должна быть максимальной, акцентировал внимание и президент страны. Мы договорились, сколько? 50 тысяч? 25 тысяч. 50 тысяч рублей. Ценажная траншея, так? Да. Смотрите, чтобы вы мне перед этой кукурузой не доложили, что вы не успеваете, потому что у вас не было финансирования. Считайте, что вы на военном положении. Ясно. Никаких курганов, корма должны храниться в нормальных условиях. Знаешь почему? Не потому, что мне так хочется, а потому, что мы теряем огромные деньги, и это все ложится на себестоимость. И мы потом плачем, что у нас низкая рентабельность или ее вообще нет. Вместе с тем глава государства оставит жесткую, но вполне выполнимую задачу. Заготовить в текущем году в хозяйствах страны полуторагодичный запас травяных кормов на зиму. В крепких хозяйствах, где производство мяса и молока остается главным источником дохода, это словно подушка безопасности. На случай неурожая, чтобы даже капризное лето не остановило уже отлаженный технологический процесс. За выполнением поручения следят и контролеры. Мониторинг был проведен в 153 фельдхозорганизациях. Как показали контрольные мероприятия, в некоторых хозяйствах страны принимаются недостаточные меры по заготовке травяных кормов. Не везде уделяется должное внимание созданию высокопродуктивных кормовых угодий. Нарушается технология за их уходом. Как повысить рентабельность и наполнить молочные реки продуктом экстра-класса? На эти вопросы руководитель агрокомбината «Основ» ответил давно. И секрета из своего успеха не делает. Николай Радаман признается, ни суперсовременные молочные комплексы, ни высокопродуктивный племенной исход не принесут прибыли, если животные недовольны обедами. Чтобы полностью прокормить 17 тысяч коров и быков, агрокомбинату «Основ» необходимо заготовить 110 тысяч тонн кормов. Закладывают их, как правило, вот в такие траншеи. Одна похожая консервная банка вмещает 3000 тонн силоса. И на ее закатку аграрии тратят рекордные двое суток. Смотрите, вот этот корм, это прошлогодний сенаж, прошлогодний силос, да. Посмотрите, хлебом пахнет. Слушайте, как свежий прямо. Как свежий, как вот сегодня он заготовленный, правда? Поэтому раз есть качественная корма, вот, хорошо отселекционированный скот, продуктивный скот, вот, мероприятия по обслуживанию, все это, тогда имеется, конечно, результат. Слушайте, ну, все это хорошо, то есть, это все в теории. На практике, как получается добиться того, чтобы прошлогодние корма были такого же вида, как и нынешнего сезона? Вот что вы делаете? Вы знаете, это важная технология уборки, плюс закладки от кормовых траншей, ихняя трамбовка и очень, конечно, важное укрытие. Силосные траншеи в Снове укрывают тремя слоями. Первые два – вакуумная пленка. А сверху укладывают специальную ткань, которая напоминает москитную сетку. Она не боится не только влаги и перепада температур, но и не позволяет птицам и грузунам нарушить герметичность упаковки. Если на сегодняшний день стоимость сенажа силоса от 40 до 50 рублей, вот, то если годовое использование на один год, то это дополнительно где-то 4 рубля на тоне затраты идут, да? Ну, ввиду, что она используется, как вот говорят, 5-7 лет, она, да, ну, то это копейки. В принципе, ну, это же качество, это исключение всяких потерь корма. Вот. Я считаю, что это мелочное. И вот за этим вот будущее. И благодаря такому рачительному подходу ежесезонно в хозяйство закладывают полуторагодовой запас кормов. Не боясь при этом капризов погоды и неурожаев. В Снове не скрывают. Технологию подсмотрели в Канаде. Говорят, стесняться учиться у мировых лидеров по производству молока, себя не уважать. Баланс питательных веществ у коров должен быть даже лучше, чем у людей. К слову, сегодня в Беларуси передовые хозяйства заготавливают корма так же, как и американские аграрии. К примеру, на этой небольшой ферме в Уорвике содержится всего 100 голов. Фермер Эл Букбери управляет своим предприятием более 40 лет. Среднесуточные надои составляют 25 литров на корову. Но чтобы их получить, животное в первую очередь необходимо правильно накормить. У меня работают два диетолога, которые помогают составить диету для коров. Это очень и очень важно. Впрочем, рацион американских буренок ничем не отличается от белорусского. Дозируется и комбинируется еда для коров с помощью автоматизированной системы. Чем больше животное дает молока, тем больше еды ей положено. Это измельченный сенаж. Иногда мы добавляем измельченную кукурузу, но сейчас ее здесь не вижу. Коровы также получат сено, травяное сено. Мы выращиваем все это здесь. А вот в этих двух больших резервуарах измельченная сено и кукуруза на зиму. К зиме мы заполним все это. Кукуруза сейчас вот такой высоты. Сегодня Беларусь входит в топ-5 экспортеров белого золота в мире. А по производству молока на душу населения у нас лучший показатель на планете. Почти 750 килограммов. Валютное подступление в бюджет от продажи молочной продукции уступает только таким гигантам белорусской экономики, как нефтяная отрасль и добыча калейных удобрений. К 2020-му перед аграриями стоит амбициозная задача – в год надаивать более 9 миллионов тонн молока. В прошлом, к примеру, эта цифра равнялась немногим более 7 миллионов. Но сделать так, чтобы молочные реки выходили из берегов и образовывали моря вполне реально. И для этого в стране есть и кадры, и знания, а главное – технологии. Остается всего лишь придерживаться прописной истины. Хочешь быть богатым – не скупись на корм для животных. Субтитры создавал DimaTorzok